Встал я ждать. Время уже пол второго. Хотел выехать в одиннадцать. Немножко помог ей новорожденный бычара. Лежит еще не понял, что с ним случилось. Теперь надо следить за последованием. Покушал. Мордашка грязненькая в молочке. Мамка облизывает. Как в Сан-Франциско, только маленький. Только маленький? На минималках. А почему на камере меньше? Ну так передает. Своими глазами всегда лучше смотреть, чем на камеру. Тут маленькая, а здесь крупная. Поэтому надо и путешествовать с самим, а не просто смотреть, чтобы впечатление... Кажется. Да, замерзанная белая. Как лед на коток. Валя, кто там? Рыбки. Стекла руками не трогайте. Огромные. Огромные. Они настоящие просто на 100 штаней. Они настоящие мамочки. Огромные. 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 Эх... Валя определенно понравилось это место. у вали не проходит восторг как красиво какая красивая леопардовая мелкие людишки ну так смотри он дышит смотри у него две ножки и хвостик пузырики такие да валя куда полезла скрылась за горизонтом это ничего не она кстати только облизать их может самое страшное что с ней станет и она их оближет а тебя не взяли да валя ой ваня любит это все возить на улице что нибудь загрузить куда едем ой село Шигунова Сузунского района Новосибирской области там живет моя первая учительница с Якутии еще с нежданки заедем на 5 минут ну я ее видел в 2003 году наверное на развилке в Якутии поселок такой дорожник по правилке 20 лет не виделся посидели у Саши на учительнице чай попили с тортиком она взволнованная вся видео не захотелось снимать поэтому будет только фото сказала Саша самый лучший ученик у нее был по дороге видели там табличка была если успею сниму селу уже 400 лет кастрюля gdzieś тут только дома просто скоро 400 лет знакомьтесь это чип будет у нас жить чип покажись он уже уже вот вырос до того состояния до взрослого так скажем больше не вырастет чип куда собрался не до что что папа не разрешает чипсы в машине скоро приедем к вале там перекусим нет кацу беру кузин чипик привет всем я продолжаю разгребать погром дома после недельного отсутствия насчет щенка ну 11 месяцев исполнилось вот он от породных родителей но у него одно яйцо поэтому как бы документы на него не делали и прям за за чисто можно сказать символическую сумму мы его купили так они щенки прям смотрела от 25 до 50 тысяч аж стоят и ну как бы не первая необходимость вроде ему не могли себе позволить за такую сумму взять поэтому мы не для разведения не для выставок просто для души и мне давно хотелось маленькую породу и чтобы ей было комфортно в семье с детьми я тогда начала изучать породы и все эти чихуахуа точеки они не подходят и мне сам как-то внешний вид они вечно трясутся как-то они очень часто агрессивные и вот внешний вид мне не особо нравился тут а плюсы именно у папионов то что они игривы они хорошо относятся к детям по интеллекту из маленьких пород они на первом или на втором месте подшерстка нет легче должно ухаживать должно быть ухаживать за шерстью и ну и вот они очень очень милые естественно как то наверное сложнее уже взрослую собаку брать но посмотрим пока нам все нравится вот у нас он первый день дай дай не рычи дай не рычи